привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это опять мист real mist и я тут за кадром немножечко по паша пошарилась в файлах своей игры поменяла там всякие нулики и прочие настройки вроде бы вроде бы не должно теперь у нас небо быть в звездах нехороших но у нас теперь вот такая вот вот такая вот короче да теперь зато у нас большая рука но зато у нас луна смотрите какая она вроде нормальная похоже прямо на нашу луну и можно прям поверить что мы находимся где-то на планете земля может быть может быть наш странник странствует поэтому мы с вами начитались прошлой серии книжек всяких умных интересных и теперь я так понимаю что кстати и книжки у нас тоже теперь выглядят по-другому the channel wood соответственно это вот самое лес на воде который the stone ship age время или времена каменных кораблей давайте посмотрим что это за книга и может быть давайте сразу и почитаем чтобы понять о чем идет речь либо либо я даже не знаю как то вот начинать считки не хочется либо мы с вами можем в принципе в принципе сделать еще что-нибудь например у нас же есть с вами так для этого мне надо взять мобильник . вот так мы приготовились записи да так вот по поводу времени у нас когда мы разгадывали всякие вот эти вот передвигали башню мы там нашли один указатель на котором было время так и время это было давайте-ка я посмотрю а вы быстренько вспомнили так палец убери палец у нас теперь огромный но зато теперь не промахнемся берешь как к ним так к ним мало никому не покажется вот пока что никаких врагов нету и еще что я хочу сказать я честно говоря как-то разочаровалась в этом красным как вас сайрус зовут да что за как-то мне нахамил как мне казалось а прошлый раз и теперь я его не люблю я не хочу его спасатели так и вот время у нас 240 а циферки были 2 2 1 так ну давай 240 а подожди нет не сюда нам при этом надо нам надо крутить вот эту штуку 240 подожди это значит должно быть на 40 ну нет это конечно правление так а здесь должно быть 2 вот это же 2 а кнопку надо нажать как интересненько как интересненько а ну-ка так ну похоже придется брать фонарь чем он да я нашла как эту руку убирать давай тук-тук а так вот 240 время у нас внутри тут было что я только что сказала я скажу 2 2 1 здесь нам очевидно надо выставить 2 2 1 верхний как этот что ли ой куда на 3 пошел а это все возвращает обратно подожди так этот вращает нижние а этот вращает верхние так 2 2 1 да ну давай а теперь мне надо нижний да никогда не умела решать такие загадки так короче сейчас будем дергать пока что-нибудь не получится ну давай а чего нет почему нет почему нет что все что ли у нас был лимит на дергание а это что такое в отряде мне нужно твой а подожди нет ничего не понимаю почему мы больше не вращаемся алло странно ладно а а гиря вниз опустилась ну да это часы подожди понятно и давай попробуем так 2 2 1 вот и как же мне сейчас подожди так нет 2 3 1 2 1 это я не то делаю мне кажется а блин слушать все смотри что получается и когда ты его держишь елки а я то честно говоря обкрутилась уже думаю да что ж такое то но не может такого быть так тогда вот это делается очень просто раз два а теперь вот и все вот и все получено достижение даже какое-то слушать и стану конечно видно у меня принципе раньше были достижения но она как-то у меня не выскакивала на записи и так подожди что мы открыли я честно говоря упарилась с этой загадкой пока я поняла что надо вот так вот это не совершенно случайно зажало и получилось что мы держим так а тут у нас ничего нету тут у нас дожди смотри дай-ка мы выйдем дай-ка мы посмотрим ведь это все шестеренки а у нас тоже есть шестеренки а в тех шестеренках какие у нас есть ничего ничего не происходило до сих пор давай посмотрим что-то что-то на них отразилось о да смотри а то была маленькая копия а теперь это большая копия и что а и тут тоже книга можно поехать можно поехать в новую страну ну знаете что давайте может быть мы сначала почитаем о ней потому что это вот это вот гаечная страна а где-то там у нас была книжка с гайкой и как раз у нас рассвет вот это солнышко встает птички поют все прекрасно колонны прямо как слушай а что вы здесь вот такое вот а там у нас это баллистическая сосна да торчит так а это что тиана а что за тиана ой получено достижение вот это достижение мы получили кого-то я сейчас уже правда не помню он говорил что кто-то погиб кто-то умер и а мы сюда не можем пройти хочу дойти наверх туда не смотри колонны не дают лес не дает тут куст не будет давать да конечно нет все таки как то может можно протиснуться нет не дают почему мне все время хочется туда куда нельзя и да подожди подожди мы же нашли какой-то обрывок о том что что-то там на том самом рычаг пирси еще чего-то обрывы которые мы нашли в этой нашей водяной короче что надо рычаг я так поняла что то надо сделать с рычагом ой листочек и ну листочек а дожди и куда его черта весь нам говорили бери только одну бумажку а куда с ним и куда я с этим листочком так и поручики я знаю когда можно с этим листочком может быть в какую-то библиотеку надо его отнести в нашу но это белый листочек он никому нафиг не нужен белый листочек он не хочет нет отстань я даже с тобой говорить не хочу сюда куда-нибудь белый листочек ладно раз уж мы здесь и у нас белый листочек в руках давай какая-то тут была книга с гайкой по-моему вот это да 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 вот она до прибытия в данную эпоху я решил что это будет путешествие в мир весьма отличающийся от моих прежних приключений и все было именно так небось здесь темно-серый небосвод небось небосвод здесь темно-серый и непрерывно отображает вспышки молнии вдалеке я встретил очень старого человека с длинной бородой и волосами которые свисают до талии что-то опять он этого человека встретил он был очень слаб и едва мог передвигаться этот человек совершенно очевидно прошел через многое в этом странном мире и я многому научился от него он поделился со мной интересной историей этого мира много лет назад тут был прекрасный город что расцвел на воде за его стенами нашли дом множество людей у которых было все что только можно пожелать город окружали три холма которые стремились выть над городом на восточном от города взгорье размещался большой наблюдательный пункт горожане возвели пункт в ожидании пришельцев с востока у людей не было возможности путешествовать по воде так что они просто ждали пришествия друзей или врагов по прошествии некоторого времени дружественные гости города принесли слухи что враги показались на горизонте люди выросли бесстрашными поскольку еще не сталкивались с подобным однажды обычно солнечное небо потемнело словно в ночи и черные корабли проникли возникли возникли на горизонте попытки стражи противостоять были опрокинуты и караульных легко перебили корабли провожали и продолжали сеять хаос по всему городу пока не уничтожили все то и вся когда основание города было разрушено он погрузился в пучину океана и только наблюдательный пункт остался на поверхности черные корабли плыли прочь старик рассказал что восемь человек пережили бойню спрятавшись в укрытии по прошествии девяти лет после нападения двое из них умерли но также упомянул слухи так подожди тут начинается какая-то странная математика восемь пережили двое умерли соответственно осталось шесть так может быть нам это пригодится он также упомянул слухи что спустя десятилетия после атаки враги вернутся чтобы закончить начитая много лет назад я решил когда внимал истории было бы замечательно спасти эту цивилизацию и остановить вражеский план уничтожения я предвосхищал приключения которое ждет меня и блистательный план по защите этих людей сложился в моей голове я встречусь сегодня с остатками выживших и начну разработку плана защиты так шестереночная это не наше ли это а может нет вернись так шестереночная это он тут залил чернилами все х на у пошел после непродолжительного отсутствия я возвратился в данную эпоху с обоими моими сыновьями они все еще редко отправлялись в путешествие со мной так что их радость от пребывания здесь была понятна они изрядно подросли со временем Паскургада а Пескограда со временем Пескограда блин они изрядно подросли со временем Пескограда и для меня совершенно очевидно что сейчас они станут изрядные подмогой вместо помех какими были в прошлом впрочем вместе с четырьмя здоровыми а почему с четырьмя мы же выяснили что их шесть или с четырьмя здоровыми а двое больные выжившими сегодня мы начали строительство мы возводим крепость на старых городских руинах что служит нам отличным фундаментом мои сыновья проводят все свободное время на южной стороне острова где я храню большую часть материалов мне радостно наблюдать их понятливость и их изобретательность вдохновляюще вдохновляюще действует на меня когда я вижу их собственные небольшие проекты минуло четыре месяца и строительство идет отлично моим сынам полюбился этот мир кроме серого неба над головой и отвратителен его вид а им отвратителен его вид и они много раз желали чтобы небеса тут были голубыми как над мистом а так мист это называется то самое место где мы обитаем вот так мы и узнали что такое мист понятно мист это наш мир в котором мы живем старик с которым я разговаривал первым сообщил что враги прибудут в течение четырех месяцев я считаю что мы готовы к их приходу этот мужчина напоминает мне вспышку очень многим и мне интересно как поживает вспышка и его люди что за вспышка мы пока что не знаем но мы непременно наверное узнаем прошло полгода работы и мы наконец закончили крепость она возвышается меж трех холмов которые теперь лишь острова из-за пребывающей воды которая поднялась после нападения внутри крепости я разместил самое интересное устройство оно использует технологии называемую голографией и я работал над ней когда посещал аспер мер аспермер или что-то как-то так наверное называется странное название ну ладно она будет работать через пару дней после того как я откалибрую некоторые небольшие недочеты это голографическое устройство позволит выжившим обучиться управлять крепостью так питание такая диаграмма наклон желоба д ладно я пока что ни о чем не говорит враг на подходе и я верю что крепость предоставит надежное укрытие для нас всех ага желоб черные корабли прибыли их атака была массивной но орудия прекратили палить и все же они развернулись признав поражение я ничего не мог поделать с улыбкой озаривший мое лицо когда наблюдал отплытие врага это что это за намеки такие на флаги флаг черного флота прошлой ночи у нас было небольшое празднество и все пожилые выжившие танцевали свои стариковские танцы сыновья мои не могли понять почему небеса не преобразились в естественно синий старик поведал им что шторм не прекратится пока враг не будет уничтожен я уверил сыновей что синее небо не стоит смертельного риска и они похоже поняли меня у меня было последнее приключение и пора начинать работу над новой книгой снова я должен покинуть знакомую эпоху для исследования новой вселенной что я начну но прежде всего я проведу больше времени с Кэтрин по которой я сильно соскучился я также должен нанести визит племени прилива мы там по-моему были это племя прилива было или где я уверен что отыскал средства что облегчит боль от заболевания костей которая давно терзает их я надеюсь вернуться в механическую эпоху однажды и найти растущую цивилизацию и по-прежнему стойкую крепость хотя небеса могут навечно остаться свинцовыми я уверен народ почувствовал что гораздо большая тяжесть упала с их плеч так ну что ж все про механическую эпоху мы начитались страничку мы схватили ну и побежали наверное давайте будем путешествовать как говорится по мере открытия локации мы открыли механическую эпоху мы пошли слушай значит это вот в часах там ничего слушай а если я здесь сейчас выключу здесь мне ничего не откроется ну что ж друзья полетели вот они там крепости и это насосы колеса ну что мне надо мне надо найти страничку так пока что летаем смотрим колесо слушай по моему тут все у них развалилась ну и похоже что все у них тут разрушилась ладно пошли так и где я придется собрать фонарик придется брать фонарик что делать так ну вот да слушай елка с палками все разрушено а небо пока что непонятно какое небо вроде синяя но мы ночью поэтому понятия не имеем так вспоминаем картинки про питание смотрите какой тут у них мостик а дальше я пройти не могу не могу или могу шестерня могу ого ого Ого. Очевидно, что-то с ними можно сделать. Ага. Так, подожди. А я двигать могу? Нет, не могу. Так, часы. Слушайте, что-то мне подсказывает, что это чуть ли не финальная локация. Потому что, смотрите. Ух ты, а ты кто такой? Птиц какой-то. Опа. Страшно. Ага, это мы на трон сели. Та-дам! Так, три камня. Подзорная труба туда идет. Что мы здесь можем сделать? Кроме как посидеть так в шахматы. Все, я больше не могу нажать на эти шахматы, да? Не могу. Кстати, музыка, музыка. Смотрите, ну. А ну-ка, давайте-ка мы ее оставим играть. Ладно, хорош. Тут все тыкать. Пошли еще посмотрим, что мы тут видим. Красная кнопка. Это явно лифт. Слушай, я надеюсь, мы не будем тут воевать. Ой! А это что за мясницкая? А, это оружейная, господи. Ты кто? Подожди, ты меня испугала. Да блин, управление. А, это механическая кобра. Так, может мне ее поймать надо как-то? Бумажку хочешь, кобра? Знавеска непонятно зачем. Так, ладно. О, шкура. Шкура. Как это тут таки? Так, мы сюда тоже сядем на этот трон? Нет? Конечно, сядем. А к чему все это? Смотрите, мы садимся там, садимся здесь. Может быть, это о чем-то нам говорит? Как вы думаете? Цепи. А, стоп. Встань, что вот это такое тут? Я видела. Я видела наконец-то что-то, что... Ой. Я нашла как фонарик отключать, по-моему. Что я нажала? Так, секунду, подожди. Фонарик. На какую я букву нажала? Утри. На что-то нажала. А, на F. На F. Фонарик. Это F, друзья. Как забавно, да? Хорошо. Наконец-то. Так, смотри. Что у нас тут? Эмулятор поворота башни. Настройка. Офигеть. Кажется, сюда надо что-то, в центр еще. Нет? Мне так кажется, друзья, что мы с вами влезли в самую сложную локацию. Ну, по крайней мере, я ноль. Я ноль понимания, что здесь вообще делать. Ну, ладно. Какую-то шкатулочку мы покрутили. На троне мы посидели. А-а-а. А ну-ка. А ну-ка, залезь сюда. Что у нас тут? Ага. А-а-а. Кто стучится в дверь моя? Никого нету. Ой. Тушьте, какие-то страшные вещи тут творились. Похоже, народ, который здесь живет. Я нашла синюю страницу. Все. До свидания. Мне больше ничего не надо. Бери синюю страницу. Здесь смотри, что есть. Яды. Они тут делали яды. И, в общем, все. Народ стал у них очень такой жестокий. Как я понимаю. Так. Ну, давай уже. Господи. Я понимаю, что у тебя синяя страница. Я все кофигу. Ага. А почему? Ну и держи ее там. Нет, нельзя при этом ее открыть. Там идет лампочка. Там к этой клетке подходит ток. А очевидно, его этого тока, токо, нету. Ладно. Выходим отсюда. И так, смотри. Значит, где это было? Так, за стенкой. Клетка там. Значит, где-то... Давай попробуем все это дело обойти. И найти, где же было это... Эту электричество. Так, ладно. Раз есть красные кнопки, пошли нажимать все подряд. Я пока что, как говорю, без понятия. Ах, да. Мы же видели на рисунке вот эту штуку. Это лестница, это не лифт. А-а-а. А-а-а. И? А зачем мне все это? Зачем мне вообще все это? Джойстики, лампочки. Какие у вас тут модные подсветки? Так. Давай-ка, Эф. Это фонарик. Секунду. А ну-ка, давай-ка попробуем, подвигаем так, чтобы здесь у нас дверь появилась. А, вот оно и показывает. Нет, это плохо уже. Давай, по одному разу. Вот. Теперь ничего не трогаем. Держим синенькую страничку крепко в пятерне. Пошли. Мы можем вверх, мы можем вниз, я так понимаю. Страшно, интересно. Так, фонарик. Там была еще картинка с какой-то настройкой, такой странный очень там. И зачем нам на этот этаж? Ну да, тут есть шестерни. Но я-то с ними ничего делать не могу. Или могу. Мы же так, я понимаю, не берем ничего в руки, никакие инструменты мы брать не можем. Мы пользуемся только всяческими умозаключениями и жмем кнопки. Ладно, давай поехали еще выше, интересно, можно? Что, нельзя? Что это? Что это? Что это? Мы сейчас залетим на воздух? А, это он отправился туда, куда и был. Подожди. Мы застряли в лифте? Даже музыка прекратилась. Алло? Не понял сейчас вот совсем ничего. Что, вниз нельзя? Ну, подожди, закрой. Поехали наверх. Открой. Почему у них сделать дверь стеклянную? Я не вижу, где я нахожусь. Хорошо, подожди. Вниз. Вот он, низ. Так. Вот он, низ. Это вот мы здесь вышли, кнопочку нажали, вниз спустились. Есть, в принципе, еще ниже, я так понимаю, да? Но мы туда пошли пешком, а лифт туда не идет. Нет. Есть наверх, где мы только что были, ничего не нашли. А есть какая-то вот штука, смотрите. Вот он закрывает, и он поехал наверх. Но он ничего здесь не открыл, да? А вот теперь мы поедем еще выше. Так, значит, есть какое-то междоэтажье. Междоэтажье лифтом не открывает двери. Возможно, ему что-то мешает. Или я слишком много фантазирую. Хорошо. В любом случае, здесь, на этом этаже, делась и не вижу, что. Ага. Ладно. Поехали просто вниз. И вот никак не посмотреть, что там. Что там. Ладно. А зачем нам тогда вообще лифт, в принципе, если... Но он вообще, как бы, получается, не нужен. То есть мы его тут настраивали, настраивали, чтобы просто съездить и посмотреть, что там шестеренки наверху, которые не работают. Что-то тут не то. Что-то я явно упускаю. Итак, давайте смотреть. Разбитые сундуки с сокровищами. Так, здесь было, да? Нет, да, здесь было. Сейчас, секундочку. Значит, мы туда пролезли. Клетка была туда. Этот выходил на эту сторону. Где-то... Типа, вот здесь он должен быть. Ну, понятно, что он через стену не проходит. Ладно. Пошли в эту комнату с игрушками. А может на тебя подергать? Ракета, смотри. У нее, кстати, тоже здесь есть дверца. Но я ею... Нет, она... Да, она... Она не эта. Все очень странно, да? Она не тыкается. Так, макет корабля, который у нас там утонул. И часы. А часы я что-то могу сделать? Повернусь в башню. Может быть, я что-то увижу в окуляр? Если я правильно поверну башню. Пока что я вижу только туман. Так, вот эти вот тоже камешки. Видите? Оно так становится. Значит, понятно, что... Что-то с ними можно сделать. Я могу на них только смотреть. С ними нет никакого взаимодействия. Двигать... Нет, как только я на него тыкаю, мой сразу встает. Ладно. От слова вообще ничего мы не решили. Так, тут у нас есть... Вот, подожди. Фонарь убери. Тоже ни о чем не говорит. Так, а это величайшая из величайших. Кстати, он сидит чуть ли не на этом же троне. Да не чуть ли, а по-моему на этом же и сидит. Мне так кажется, друзья... О, слушай, смотри, это отражается, что потолок. Интересно. Что-то мне кажется, мы рано зашли сюда. Я ничего пока что не могу понять. Что с этим делать? Какие-то тут рычажки есть, между прочим. Очень странные, да? Смотрите. С птицей тоже что-то не то. Давай заведем ее получше. Мы ее сломали. Мы ее сломали, друзья. Мы сломали птицу. Блин. Это все, что мы можем сделать в этой игре. Все поломать к чертовой матери. Короче, мне надо двигать башню. Я уж не знаю, как может быть тогда эти кристаллы куда-нибудь взлетят. А может быть и не взлетят. Мне надоело, короче, ходить, разявив рот. Что там было с этой клеткой, я тоже не пойму. Пошли. У нас на улице вон уже день. Во-первых, давай смотреть. У нас тут сразу при входе была вот эта вот штука. Что это? Плюс на минус, минус на плюс. Куда пошел? Тыкай давай. Что у вас там еще есть из знаков? Ну, они все такие. Это башня знак. Это знак непонятно чего. Не, ну тут можно опять же гадать сколько угодно. Не знаю, могу, конечно, все башню поставить, но это было бы настолько тупо. Ну, ведь кнопочки-то есть, кнопочки-то понажимать надо. А, подожди, а как же башня у нас? Нет, да, башня может двигаться, но у нее тогда сдвинется вот эта штука. Да. Сдвинется этот пирс. А, и кстати, кстати, я такая тут веселье, веселье бегаю. А мне же отсюда надо как-то свалить. Вот мне надо, чтобы башня подвинулась вот туда, к этому. Вот сюда, очевидно. Все, понятно. Задача наших дней весна. Тогда, возможно, мы здесь что-то увидим. Пошли. Где там была-то настройка башни? Так, это была настройка лифта. Вот здесь она была. Теперь только надо разобраться, как с ней обращаться. Эмулятор поворота башни. Слушай, перестань, а ты можешь что-нибудь сделать нормально. Оно не работает? А, подожди, подожди, смотри, нет, что-то работает. Вот, немножечко подвинулись, я так понимаю. Только что-то как-то мы ничего не почувствовали. Нам надо было подвинуться на 90 градусов. Если эта стрелочка, это и есть вот этот пирс, то тогда да. И мы подвинулись. Как бы, как бы, как бы теоретически, да. Ну, это странно. Почему мы даже ничего не почувствовали? Даже занавесочка, это, между прочим, тоже какая-то шкура зверя. Ну, вроде как. Вон, мы видели это дело. Да? На троне нету никаких ножек на троне. Так, а это что там за кристаллы такие на троне были? А, стой, смотри. О! А, нет, это просто красная лампа. Она сюда так... А я думаю, откуда тут красный свет? Понятно. Лампа тут у нас. Зловещую подсветку дает. Ну, пошли посмотрим, повернулись мы куда-нибудь или не повернулись. Я так и не поняла. Смотри сюда. Никуда мы не повернулись. Сломали птицу. Варвара. Дох, повернулись? А как же так? Мы... Нет, никуда мы не повернулись. Это тот же остров. Не надо туда. Как тебя вернуть? Как тебя повернуть? Я вижу, вот оно. Трам-пам-пам-пам-пам. И я помню, что там было несколько этих самых... Картинок. Мне кажется, надо, наверное, что-то, чтобы было здесь. Я не помню. Вернее, не вижу картинку, которая там была какая-то кривая просто. А потом были такие кочки, кочки, кочки. Но здесь ничего подобного нет. Так что ли? Нет? так картинки с шариком только 2 окей давай что-то искать не знаю похожие на какую-то взаимосвязь положим шарик сюда скатился и он катится и катится и катится и она это дурдом и это дурдом я чего-то явно не вижу я чего-то явно не вижу а вышли мы подожди вышли мы отсюда а почему вот смотри мы можем спуститься сюда почему мы можем спуститься сюда что-то тут нам очевидно не очевидно да что-то нам тут надо увидеть или откопать откопать под каким-то специальным ракурсом надо куда-то посмотреть именно отсюда или это все не новый в прошлых то этих самых локациях там прям стены невидимые были там говорят нифига никуда ты не пойдешь хотя что там наверху ну что за флюгер такой а тут смотри прям ходим прям числе не купаться можем понятно непонятно ничего не понятно я пока что еще только начало в эту игру играть можно сказать и если я так и дальше буду то это будет у нас долго очень долгое прохождение я могу здесь пойти могу шестерни короче но ты заставить ее двигаться надо заставить двигаться эту башню блин ну как ну как давай-ка спустимся вниз там я еще посмотрю а то мы лифт подвинули такие счастливые побежали может тут что-то еще есть нет это чисто для лифта это только для лифта не ну я не могу сейчас лист переставить а потом у него сесть нет нет на второй этаж я никак да нет это только для лифта наше великое достижение мы сломали птицу это что прямо даже не пройти а там везде пройти хорошо не знаю что давайте может быть пойдем помочь чем еще это электричество я там не поняла что то конце концов это секретная комната может я здесь что-то не нажала как обычно эмулятор поворота башню да не надо повернуть башню как мне это сделать я пока понятия не имею чё куда поворачивать какие числа находить ну в общем все бесит я в бешенстве знаете что я сделаю я возможно друзья серия у нас вообще никакая получилось чине какая чем я вижу вещи которые вот как бы да они должны быть вот эти штучки с этими кнопками но они не 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 контактабельные а офигеть а ну-ка давай туда лезь туда без говорю обалдеть это казна бутылки а зачем а что я здесь забыла есть эти сундуках что-нибудь что мне надо а смотри красно а слушай тут и синяя и красная страница нет подожди подожди только одну страничку нам сказали только одну а это что сервус твоя жадность противно мне твоя жажда богатства и наживы никогда не удовлетвориться я приказал своим подданным не платить себе новый налог и ты знаешь что они послушаются меня с уважением акинар вот это да сервис тут у нас оказывается все это дело тогда я тем более не буду брать красную страничку не не нет то что мы сможем сюда еще раз вернуться да а как а как если отсюда выйти не могу ну ладно я бы сейчас отнесла синюю страничку а там было видно было так а ну-ка давай-ка внимательнее осмотрись на свете дурацкие панели хотя это только информативная вещь а может где-то еще что-то я не ткнула вот так вот видали нашли эту панель с сирусом ладно друзья давайте я вот сейчас вот ткну сюда вот так мне так очень хорошо слушай а 5 убери свою дурацкую эту она вот здесь мы и посидим с вами даже вот можно фонарик включить здесь мы остановимся я буду сейчас бегать стыкать во все подряд просто ну тыкать это на подожди пока сидим пока сидим вот иди смотри вот туда вот ты не можешь вот туда залезть под под этот педестальчик заглянуть в общем как я и говорю буду я заниматься именно тем чем вам и сказала буду бегать и все тыкать размахивать при этом 7 синие страничкой и посмотрим может быть что нибудь нам удастся найти вот а если удастся то я запись соответственно естественно ключу вот ну поскольку вам это явно не интересно что я тут делаю самой уже почти не интересно так что друзья увидимся в следующей серии тем не менее огромное спасибо вам за терпение а если кто досмотрел до этого конца до этого финала то он вообще просто герой так что друзья считайте себя героями я вас всех очень люблю вот кто досмотрел тот тот услышал все друзья всего вам хорошего и пока 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 и и и и и и